Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр, и с пятым днём Хануки. По-прежнему празднуем. Спасибо большое, Сергей. Здравствуйте. И да, с праздником Хануки всех, кто празднует. Все из наших слушателей и зрителей, кто празднует этот замечательный праздник. Ну, а начнём мы сегодня нетрадиционно, как обычно чаще всего начинаете с Израиля. Начнём мы с Франции, но при этом не уйдём далеко от еврейской темы. Мало того, это в продолжении еврейской темы. Именно так, Сергей. Мы в последнее время говорили о грустных делах, происходящих у нас в Израиле, у вас в США. И вот появилась новая тема, о которой стоит поговорить. Она касается как бы не напрямую, она не касается напрямую ни США, ни Израиля. Тем не менее, речь пойдёт о том, что, может быть, во Франции происходит процесс, который в итоге принесёт свет и нам, в Израиле, в Америку. Ханука, как известно, праздник света, праздник изгнания тьмы. И вот что-то такое происходит сейчас во Франции. И об этом, на мой взгляд, стоит очень интересно поговорить. И да, это опять же, конечно, связано с еврейской темой. Дело в том, что слух о том, что евреи, делающие расистские и антисемитские заявления, могут стать кандидатом на президентских выборах во Франции весной 2022 года, пересёк границы страны и дошёл до нас, и дошёл до вас. Хуже того, ходят слухи, что этот якобы расист и антисемит еврей Эрик Зимур его поддерживают опросы, которые прогнозируют ему хороший, большой успех. И даже, возможно, именно он будет кандидатом во втором туре против нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. Удивительно, как такое вообще могло случиться? Неужели Зимур действительно расист? И его на самом деле унесла за собой волна крайне правых, как предполагают, точнее, как декларируют многие французские левые. И вообще Франция, мол, сейчас находится на грани фашизма. Ну, конечно же, нет. То, что на самом деле происходит во Франции, это, можно сказать, своего рода освобождение свободы слова. Впервые за 40 лет такие темы, как эмиграция, ислам и предпочтение элитной массовой эмиграции, эмиграции всех, кого попало, открыто обсуждаются по радио и по телевидению Франции. Причина же, по которой все эти темы, наконец, обсуждаются, действительно, во Франции, заключается в том, что Зимур перенес их туда, в средства массовой информации. До Зимура говорить с опасением о мигрантах считалось расизм. Ну, собственно, кому, как ни нам, знать этот новый новояз, эти новые правила политкорректности. И любой, кого беспокоила резкая смена идентичности Франции, считался крайне правым. И быть французом, защищать французскую культуру, делало вас явно нацистом. И любой, кто осмеливался критиковать мусульманскую эмиграцию и ислам, немедленно заклемлялся как расист. И, не дай бог, даже близкий к Жан-Мари Липен, и подвергался критике в СМИ, и даже представал перед судом, и были во Франции суды подобные. Достижение Зимура состояло в том, что он проломил эту стену позора. И во многом с помощью Жан-Мари Липен, основательницы крайней правой партии «Национальный фронт». Липен, по сути дела, была первой, кто начала критиковать мусульманскую эмиграцию и подняла вопрос об исламе. Но, к сожалению, она это делала настолько карикатурно, гротескно и, в общем-то, в значительной мере действительно по-расистски, что СМИ и лидерам Социалистической партии Франции было очень несложно ее демонизировать, а вместе с ней и демонизировать те реальные проблемы, которые поднимал «Национальный фронт». Такие, как идентичность страны, как роль секуляризма, как конкуренция на рынке труда и как статус женщины. То есть Марин Липен заслужила колоссальное признание во Франции, поскольку она стала тем, кто противостояла системе. Но слишком много было популизма в ее действиях, слишком много было гротескного, напускного. И она так и не сумела избавиться от этой вот такой тенденции вульгаризации всех тех, на самом деле, очень серьезных проблем, которые она поднимала. Ее, в общем-то, размазали и вывели за рамки, как бы на границе, сделали маргинальным политиком без особого труда. С Зимуром происходит другая ситуация. Зимур пока что сохраняет вот такой как бы мейнстримный вид, не уходя в популизм или в маргинальные заявления, которые бы сделали его неприемлемым для большинства французов. В то же время говорит он жестко и даже очень жестко. Вообще, когда в 2016 году историк Жорж Бен Суан обратился к проблеме мусульманского антисемитизма по радио, он был немедленно привлечен к ответственности вот этими знаменитыми антирасистскими ассоциациями и передан суду. И хотя его трижды оправдали, запугивание возымело действие. У кого после такого правового марафона хватило бы смелости еще раз обратиться к сложному вопросу о мести ислама в западном обществе в целом и во Франции в частности? Ну и сейчас Зимура тоже обвиняют в расизме. И обвинения Зимура в расизме вызваны не только вопросами, связанными с эмиграцией, но и многочисленными судебными исками, которые исламистские организации и всякие антирасистские организации и некоторые партийные должностные лица против него возбуждали. И возбуждали. В большинстве случаев судьи оправдывают Зимура, но иногда нет. Иногда судьи признают его виновным. Так, например, в 2011 году он был осужден за утверждение о том, что французов из эмигрантского происхождения полиция останавливает чаще, чем других людей, потому что большинство наркоторговцев – негры и арабы. И это факт, сказал Зимур. Зимура признали виновным не потому, что он его гал, а потому что такое утверждение невозможно доказать. Дело в том, что со времен Второй мировой войны французское законодательство запрещает упоминание этнической принадлежности в официальной статистике, понимаете? Поэтому, на самом деле, невозможно посчитать, сколько негров и арабов среди уличных торговцев наркотиками. Ну и в 2020 году Зимур тоже был осужден за провокацию ненависти. Более того, Зимура обвиняют в расизме и в антисемитизме. Это при том, что Зимур – еврей. Еврей, который вовсе не скрывает своего еврейства. И исходят они, конечно же, не от кого-либо, а именно от еврейского эстеблишмента. И главный раввин Франции недавно объявил Зимура определенно антисемитом, я цитирую, и очевидно расистом. А президент представительного совета еврейских организаций во Франции призвал евреев не голосовать за Зимуру. И более того, еврейский эстеблишмент обвинил Зимура, еврея, реабилитации маршала Петена и режима Виши, которые сотрудничали с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Дело в том, что Зимур сказал, что Петен защищал французских евреев, передавая евреев лишь иностранного происхождения нацистам в рамках неизбежного компромисса в годы оккупации. По словам Зимура, цифры говорят сами за себя. Мол, во Франции 40% иностранных евреев были истреблены и уничтожены, а 90% французских евреев выжили. И за этот тезис Зимура обвинили в том, что он антисемит. Но этот тезис, на самом деле, принадлежит другому еврею, Алену Мишелю, раввину, еврейскому историку французского происхождения, который вообще живет сейчас в Израиле. Дело в том, что Мишель действительно говорил, что от 90 до 92% французских евреев выжили. И, кроме того, утверждает, что вопреки тому, что говорил, например, Серж Кварсфельд, президент организации сыновей и дочерей евреев, депортированных из Франции, эти цифры невозможно приписать исключительно действиям праведников народа мира. Это была политика, проводимая правительством Виши, которая замедляла применение окончательного решения во Франции. То есть, на самом деле, во Франции действительно ситуация была сложной. И то, что правительство Виши выдавало евреев нефранцузского происхождения нацистам, безусловно, это преступление. Но при этом оно действительно тормозило выдачу евреев французского происхождения. И это факт. Это факт, который доказывается легко просто цифрами. И подобное заявление вряд ли можно назвать антисемитизмом или выгораживанием режима Виши, потому что никто не снимает с него той ответственности за те преступления, которые она совершила. Но было бы странно приписывать даже таким ужасным преступникам те вещи, которые они не совершили. Мишель Изимов согласна с тем, что французским историкам чрезвычайно трудно подвергнутся мнению, популярное мнение о том, что режим Виши не мог быть ничем иным, как клоном нацистского режима. Это действительно так. Но, в общем-то, опять же, факты есть факты. И публикация, разговоры об этих фактах не превращает Зимура в антисемита. На самом деле, никто до конца не понимает, зачем Зимур вообще поднимал вопрос о Виши и Второй мировой войне. Но, тем не менее, при всей жестокости обвинений в его адрес, которые посыпались на него эстебличменты еврейской общины Франции, он по-прежнему остается чрезвычайно популярным в еврейской общине. И Зимур, на самом деле, вовсе не отрицает своего еврейского происхождения. Он регулярно ходит в синагогу. Он ясно даёт понять, что он не сионист, кстати, это надо понимать. Он как бы француз еврейского происхождения, он постоянно педалирует. И он также ясно даёт понять, что он не антисионист. Зимур говорит, что он в первую очередь подлежит к французской культуре и французской цивилизации. И он выглядит таким вот, знаете, евреем наполеоновского типа, который считает, что его религиозная принадлежность должна ограничиваться частной сферой, домом или синагогой. Я напомню, что во времена французской революции XVIII века, а затем ещё при Наполеоне, евреи стали эмансипироваться. Прошёл процесс эмансипации. Им были предоставлены все личные права, предоставленные другим французским гражданам, в обмен на отказ от общинных правил, таких как обязательный брак между евреями и предпочтение религиозных законов над законами республики. Собственно, вот тогда начался процесс, который среди эшкинастов, среди европейских евреев фактически выразился в том, что одна часть стала резко ассимилироваться. Не то, что и потом это помогло при нацистах, но они как бы стали уходить из еврейского образа жизни, а другая часть, наоборот, стала как бы закукливаться, всё больше нагромождать отделений и запретов. Это вот то, что мы называем сегодня Харидим, Ультра-Ортодокс. Именно тогда возникал фактически этот Ультра-Ортодоксальный подход. Так или иначе, Зиму не скрывает своего еврейства, и как бы не отказывается от него, но в то же время подчеркивает, что он не из тех евреев, которые за то, чтобы все евреи ездили во Франции, в Израиле, а он за то, чтобы, так сказать, вот он как француз еврейского происхождения, он, так сказать, борется за Францию. Такой вот французский националист еврейского происхождения. И вот сейчас Зимур искренне недоумевает, почему эти правила, которые были так успешно ассимилировали евреи во французское общество, не были применены к мусульманам. Зимур утверждает, что для спасения Франции Франция должна вернуться к политике ассимиляции. И он хотел бы, чтобы мусульмане ассимилировали и больше походили на давно состоявшихся французских граждан. Мы должны побудить их, я цитирую его слова, всех этих мусульманских мигрантов, которые приезжают во Францию, стать такими же, говорит он, унаследовать нашу историю, обычаи, образ жизни, вкусы, литературу, смаковать слова, язык, пейзажи. Зимур деляет так много внимания своему желанию спасти Францию и стать французским гражданином, что иногда даже это граничит с невежливостью. В своей последней книге он без особой надобности, что ли, ранил людей, сильно прострадавших от исламского террора. Он написал, что семьи детей, убитых в 2012 году в еврейской школе недалеко от Туузы, вели себя как иностранцы, поскольку похоронили своих детей в Израиле, а не во Франции. Антропологи, я опять же цитирую Зимура, учат нас тому, что мы принадлежим той стране, где мы похоронили, так он написал. И там он рассуждает о том, что французские стандарты должны быть применены и для мусульман, и для евреев. Но еврейские семьи во Франции, которые похоронили своих погибших детей в Израиле, они не хотели рисковать, и не хотели, чтобы могилы детей были сквернены антисемитами. И, конечно, вот, так сказать, в этот выпад Зимура против евреев, похоронивших своих погибших детей в терактах, в Израиле, он, на мой взгляд, излишний. Тем не менее, если говорить о том, каким бы я хотел видеть французских националистов, то в этом смысле Зимур, представитель сегодня как бы радикальных правых французов, он гораздо симпатичнее, чем все, что мы видели до сих пор, безусловно. Зимур еще, на самом деле, не является официальным кандидатом в президентских выборах 2022 года. И, в общем-то, если, чтобы выжить в ближайшие 6 месяцев политически, и чтобы средства массовой информации его считали жизнеспособным кандидатом, он должен создавать вокруг себя определенный ажиотаж. И этот ажиотаж может действительно быть, как бы, может, на самом деле, ему немножко подпортить как бы имидж, если он пойдет по стопам в Морид Липен и вульгаризирует свой напор, с одной стороны, очень резкий, очень острый, с другой стороны, все-таки не выходящий за некий вот такой вот, некий норм, который как понимает на французский мейнстрим, того, что как бы и как нужно говорить. Многие сегодня во Франции, скажем, не разделяющие взгляды Зимура, говорят, вот в частности, опять же, цитирую философа Олена Финкелькраута, который говорит, что у него есть серьезные разногласия с Зимуром, тем не менее, ему неприятно та анасима и то, как элиты выступают сейчас против Зимура. И он говорит о том, что Зимур становится для них объектом навязчивой мстительности, это контрпродуктивно. И добавляет, заслуга Зимура в том, что он поставил вопросы Франции в центре дебатов. Он принимает на себя экзистенциальные страдания растущего числа французов, которые задаются вопросом, останется ли Франция Францией. Если их право на историческую преимущество, наконец, будет уважаться, или оно будет растоптано, как происходит сейчас. Другими словами, Зимур нашел вот ту золотую середину, которая позволяет ему, с одной стороны, сегодня позиционировать себя, как человека, скажем так, в нынешних понятиях абсолютно радикально. Потому что кто до него вообще посмел бы, после всех этих процессов судебных и многочисленных судебных процессов, которые он сам прошел, говорить о эмиграции, так как он об этом говорит, эмигрантов, говорить о исламе, так как он позволяет себе об этом говорить. Но в то же время, в отличие от Марии Бриттен, он до сих пор держит стиль, что ли, который для многих французов, даже не принимающих его позицию, остается легитимным. То есть они не видят в нем вульгарного какого-то радикала, а видят интеллектуала, которого действительно заботит судьба Франции. И вот то, что говорит Синкельков, он поставил Францию в центр дебакта. И для французов на самом деле очень важный вопрос не в том, является ли Зимор расистом или антисемитом, а в том, продолжится существовать Франция, как они ее помнят, связаны с историей, обычаями и образом жизни. И в этом смысле, конечно, многие говорят о том, что у него есть очень неплохие шансы. Вообще, в тот момент, когда Эрик Зимор стал двигаться в сторону, выдвижение своей кандидатуры на курс президента, он подготовил такой зажигательный манифест. И манифест, разумеется, на французском языке, я нашел его перевод на странице Фейсбука известного довольно американского русскоязычного блогера Вячеслава Буревича. Вот, с вашего позволения, я прочитаю этот отрывок из этого манифеста Эрика Зимора, с которым он движется в сторону того, чтобы уже стать кандидатом в президенты к 2022 году. «Мои дорогие соотечественники, — говорит Зимор, — уже сколько лет вас захватывает, давит и позорит все то же чувство, странное и колющее чувство, что у вас все забрали. Вы идете по улицам вашего города, и вы их не узнаете. Вы смотрите на экран, и он обращается к вам на странном и даже иностранном языке. Вы видите и слышите рекламу, сериалы, футбол, кино, песни и школьные учебники ваших детей. Вы едете на метро, вы идете на вокзал или аэропорт, вы ждете ваших детей у школы, вы отводите свою маму в пункт скорой помощи, вы стоите в очередь на почте, вы ждете в полицейском участке или в суде, и все это время вас не оставляет чувство, что вы уже не живете в стране, которую вы знаете. Ну, невозможно не сделать эту тримарку. Как бы это сегодня ощущение, которое, на самом деле, разделяют не только французы, но и, видимо, многие американцы тоже. И вот продолжает Зимур. Вы помните страну своего детства? Страну, о которой вам рассказывали ваши родители. Страну, которая сохранилась в фильмах и книгах. Страну Жанны Дарка, Людовика XIV, страну Наполеона и Деголя. Страну дам и рыцарей. Страну Гюго и Шатабриана, Паскаля и Декарта, Басин и Фонтена, персонажей Мольера, стихов Рассина. Страну Нотр-Дама и деревенских церквей. Страну Гавроши и Казеты, Баррикады, Версаля, Пастер и Лавуазье, Вольтер и Руссо, Климансо, солдат XIV года, Деголя и Жанна Молена, Габена и Дилона, Бриджит Бардо и Бельмондо, и Джонни, и Азнавуры, и Брассансы. Эта страна одновременно легкомысленна и знаменитая. Литературная и научная. Обладает умово-реагинальности. Страна Конкорды и ядерной энергии. Она изобрела кино и автомобиль. Ну, тут, возможно, многие бы поспорили с Зимуром Но, Зимур – французский националист. И вот продолжает Зимур, вы ищите эту страну повсюду, и вы в смятении. Ваши дети даже не знают страны, которой вы лелеете. И она исчезает. Вы не уехали, но у вас чувство, что вы не у себя дома. Вы не бросили свою страну. Это ваша страна бросила вас. Вы стали внутренними беженцами. Вам уже давно кажется, что только вы видите, слышите, думаете, сомневаетесь. Вы боялись это высказать. Вы стыдились собственных чувств. Уже давно вы не осмеливаетесь сказать то, что вы видите. И более того, вы боитесь видеть то, что вы видите. И вот вы осмелились, и вы сказали это вашей жене, вашему мужу, вашим детям, вашим родителям, друзьям, коллегам, соседям, а потом и незнакомым людям. И вы вдруг поняли, что все они разделяют ваше чувство лишения. Франция уже не та Франция, и все это видят. Разумеется, они презирают вас. Власти, элиты, конформисты, журналисты, политики, профессора, социологи, профсоюзные боссы, религиозные власти. Они сказали, что это заговор, что это фейк, что всё не так. Но со временем вы поняли, что заговор — это они сами. Что это у них не так. И это они, которые нанесли вам вред. Исчезновение нашей цивилизации — не единственный вопрос, который нас мучает, хотя он и возвышает нас над остальными. Иммиграция — не корень наших проблем, хотя она их и обостряет. Превращение нашей страны и нашего народа в третий мир обедняет и разрушает нас. Вот поэтому вам и трудно выжить на зарплату. Поэтому мы должны вернуться к индустриализации страны. Мы должны сократить наш долг, вернуть во Францию компании, которые покинули страну. Мы должны сохранить наше архитектурное, культурное и природное наследие. Почему мы должны восстановить наше республиканское просвещение, его отличный характер и его веру в воздание под достижением, то есть меритократию. Зимур имеет в виду здесь, что продвижение в карьере должно достигаться через успех, а не через связи или привилегии, которых так любят рассуждать разные БЛМщики и прочие марксисты. Мы должны прекратить подвергать наших детей экспериментам эгалитарных педагогов с их гендерными теориями и сломоливачеством. Это просто буквально, как бы это может сказать сегодня огромное количество родителей в США тоже. И дальше он продолжает в том же духе. То есть вы уже поняли, как бы с одной стороны это очень жесткая позиция. Никакого кривляния, никаких экивоков в сторону политкорректности. С другой стороны, тем не менее, он прекрасный журналист, он прекрасный как бы литератор, и вообще французы, они же большие мастера, красиво говорит. И ему удается пока что не дать себя маргинализировать. Это очень важно. Но некоторые эксперты по-прежнему утверждают, что, мол, кандидатура Зимура нереально, поскольку, не будучи политиком, он уже наделал ошибок, он уже упомянул каких-то людей, они уже подали на него в суд, его просто размажут на этих судах. И даже если не размажут на судах, то профессиональные политики, конечно, забудут свои свары, сомкнут ряды против чужака. И кандидатура Зимура будет обречена. Так говорят опытные пессимисты. Но, тем не менее, конечно, будет очень интересно увидеть, какой процент голосов он получит, если он станет действительно кандидатом. И это во многом станет барометром того, насколько еще во Франции, в которой многие уже считали, что это страна, прошедшая точку невозврата, и которая уже не выбраться из этой кресины, насколько она еще остается в той Франции, которую мы помним там еще в 40-50 лет. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте сделаем перерыв, может быть. Да, Александр, спасибо большое. Мы действительно сейчас привьемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся, продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Но уже после рекламы. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок, прежде чем пойдем дальше. Добрый день, пожалуйста, вы в эфир. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Александр. Я думаю, что мы не должны обольщаться к тому, что очередной еврей станет очередным лидером других стран. И, как и примером, может служить Николай Саркази, сын венгерских эмигрантов, который принял христианство, но все равно остался евреем. И у нас евреи в шуме и так далее. Все они не являются сторонниками Израиля и активно помогают демократам топить нашу Израиль и нашу Америку в том числе. Вот. Как вы думаете, что ожидает Литена? А она сможет ли она на этот раз противостоять левым и стать лидером Франции вместо вот этого того, что кого призывает? Я имею в виду Зимура, Эрик Зимур. В данном случае... Да, что-то со связью произошло. Эрик Зимур, он в большей мере француз. Об этом я как разговаривал, подчеркиваю. То есть его еврейство, он его не скрывает, но оно не является для него какой-то мотивирующей стороной. Он француз, и он защищает Францию. То есть в данном случае это не вопрос того, что мы рады, что очередной еврей там станет каким-то президентом или премьером. Вещь идет о том, что во Франции появился человек, который пытается спасти, удержать Францию от вот этого разрушения, от краха западной цивилизации под напором исламского варварства и объединившегося с неомарксизмом. И это важно для нас, потому что мы находимся в одной лодке. Если это удастся во Франции, то я надеюсь, что удастся и у нас. Что касается Марин Липен, мне трудно пока оценить ее шансы, насколько она может быть успешна на президентских выборах. Но на мой взгляд, вот то, что я сказал, я повторю еще раз. Марин Липен ее сумели маргинализовать, и во многом, в общем-то, она была в этом виновата сама. Она так вела себя, она так говорила, она так поднимала эти проблемы, что очень легко было убедить огромное количество французов в том, что она говорит ерунду, что она популистная, что она вульгарна, и что эти вопросы высыпаны из пальца. С Зимуром пока им такого не удается. Он говорит о том же, он говорит точно так же жестко, но тем не менее, он удерживает, как бы не дает им возможности превратить себя вот в такого маргинального политика, с которым как бы не стоит считаться, не стоит слушать, что он говорит. Мы понимаем, что для Америки и для Израиля это тоже очень актуальный вопрос, потому как Трамп, блестящий, на мой взгляд, президент, лучший президент с точки зрения меня, как израильтянина, лучший президент США, и многие американцы со мной тоже согласятся. его для многих американцев сумели маргинализовать, его сумели представить как некое чудовище, некого мужуана, неотесана, которого нельзя подпускать близко к политике. И ему вернется ли он, или будет кто-то другой из его, такой же, как он. Им нужно суметь поставить себя так, как сегодня ставит себя Зимур, не дать себя маргинализовать и превратить вот то, что, к сожалению, удалось Марине Литтене. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Знаете, вот, к сожалению, количество, ну, скажем так, правых евреев, о которых вы рассказывали, Зимур, намного-намного в нашем мире меньше, чем количество левых евреев, которые продвигают всю вот эту вот антифемитскую политику. Они их захватили. Посмотрите, тот же самый Цукерберг у нас, да, который потратил 400 миллионов, потратил на то, чтобы демократы победили. Тот же самый Безос, тот же самый Сорос. Понимаете, это люди, которые продвигают вот эту вот всю левую идеологию. Они захватили уже всю, нас, медиа, практически захватили. И вопрос уже даже не о том стоит, почему они такие. Уже этот вопрос объяснил. Уже вопрос, что делать. А вот что делать? Вот, может быть, вот появился бы такой человек, как Зимур в Америке, но не появляется, к сожалению, не появляется. Вот что, как с этим бороться, с этим левым зашимым, чем вонючим? Извините. Ну, ваш вопрос практически риторический. Да, мы просто этим левым, неприятным людям посвящаем очень много времени нашей передачи эфирного. Мы постоянно о них говорим, постоянно приводим примеры того, насколько низко они пали, и насколько они, так сказать, умудряются пробить дно, когда кажется, что уже они достигли этого дна. Поэтому как раз сегодня хотелось привести в пример другой совершенно, другого человека. И вот Олег Зимур, на мой взгляд, действительно является президентом другого, так сказать, совершенно полюса. Ну, я очень надеюсь, что все-таки и в Америке найдется такой человек. Но пока что, как бы, вот есть рам, вот, но нужно еще, потому что должны быть еще люди. И придет время, мы поговорим о том, кстати, о хороших людях Америки. Вот, но пока что сегодня мы действительно ждем, и здесь мы в Израиле тоже ждем, чтобы помимо Натаньяо появились еще имена, еще люди, которые могут защищать национальные позиции, национальную, как бы, адженду, национальную повестку дня против вот этого ислама, нацизма и марксистов, которые пытаются разрушить западные спорезы. Сегодня уже только слепой. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, спасибо за передачу. Вы затронули такую страну, как Франция, но из самых антисемитских стран в Европе. Если мы рассмотрим Францию, которая сейчас в Вредневековье изгоняла евреев, а дело Дрейфуса, чего стоит в начале 20 века, когда они, по сути дела, это очень известное дело, дело Дрейфуса, а то, что происходило во время Второй мировой войны, когда французы ложились под немцев, выдавали евреев, это тоже все. А то, что происходит сейчас, в данный момент, когда еврейские магазины, еврейские синагоги, и детей провожают в школы вместе с этими солдатами в еврейские школы, и достаточно того, когда поставленный фильм 24 дня, если вы посылаете обо всем, посмотри, 24 дня, как рассказывают, как выкрали за ранцем, за деньги выкрали еврейского парня, который продержали 24 дня, и вздевались над ним, и просили деньги за него, а все это французское правительство выдвинуло не как российское, а как, допустим, уголовное предуступление. И после этого все французы стали перебраться в Израиль, в основном. Но они переезжали не бездными, конечно, как многие из России, приезжали, из СССР, а приезжали довольно богатыми, состоятельными людьми во Франции. И, насколько я знаю, во французских евреях, диаспора французских евреев, находящихся в Израиле, все это в основном ближе к морю, покупают дорогие конды и так далее. Не могу ли вы немножко рассказать мой первый вопрос? Не могу ли вы рассказать о французской евреев-французской еврейской диаспоре, которая сейчас в Израиле, как они себя ведут? А второй вопрос там, это уже все-таки происходит в вашем правительстве, и что делать на Синьяху, и вы рассказывали как-то, что вы член этой, Центрального комитета этой партии на Синьяху, что вы непосредственно видели, что издают этого правительства сейчас? Хотелось бы услышать эмоции. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Но по поводу второго, ответа на второй вопрос, Натаньял возглавляет сейчас оппозицию, и на всех форумах на вопрос, что он делает, он отвечает, я делаю все, чтобы это правительство как можно быстрее было свалено. Какие конкретные шаги предпринимает для этого Натаньял? Не все, скажем так, для обсуждения в прессе. Но более-менее понятно, что чтобы это правительство обрушилось в Израиле, нужно, чтобы конфликты внутри него, а их много, оказались сильнее, чем те силы, которые их сдерживают. А сдерживает их только одно, большинство партий, которые входят в этот конгломерат, понимают, что на следующих выборах они потеряют. Потому что мы говорим, так сказать, о партиях ренегатов, о партиях предателей, которые перешли, взяли правые голоса и перешли в левый лагерь. Партия Сара просто не проходит электоральный барьер. Беннет потерял часть своих мандатов. Либерман потерял часть своих мандатов. Все-таки даже у Либермана есть избиратели, которые очнулись и осознали, что в общем не голосуют за мафиози, продавшего все принципы. И поэтому это как бы их сдерживает, это не дает им распасться. Но тем не менее, есть инструменты, которые частично парламентские, частично политические, о которых рано еще говорить, с помощью которых идет работа для того, чтобы разрушить эту коалицию, все-таки обрушить ее и обвалить это правительство. Ну и есть параллельно как бы постоянная парламентская работа, когда задача оппозиции тормозить законодательство, поднимать вопросы, пытаться настолько, насколько это возможно, в условиях враждебной прессы поднимать, говорить о проблемах, которые не создает это правительство и так далее. Поэтому Натаньяу занят сейчас достаточно серьезно и в общем-то все его силы для того, чтобы это правительство быстрее закончило свое время. Что касается вашего первого вопроса о французской алие, действительно огромное количество французских евреев в последнее время перебралось в Израиль. До этого люди приезжали, покупали недвижимость и возвращались во Францию. Вот сейчас многие действительно приехали на постоянное место жительства в Израиль и мне как сионисту это очень приятно. Когда я говорю о Зимурии, говорю о его еврействе, то в общем-то он для меня в первую очередь французский националист, только во второй очереди евреи. Я, конечно, сторонник того, чтобы евреи жили в Израиле. Но мы все понимаем, что каждый взрослый выбирает для себя свой собственный пункт. Так вот, французские евреи на самом деле некая добровольность достаточное количество, критическое. И мы начали видеть изменения. Например, город Нитания, который в последние лет, наверное, уже почти 10 лет, он очень изменился. Я помню еще город Нитания, который, когда я приехал 30 лет, это 31 год назад, это был такой, в общем-то, достаточно запущенный город с очень высоким уровнем преступности, с кучей проблем. Потом, на протяжении последних лет, там, конечно, и замечательный мэр, кстати, тоже представитель партии Ликуд, Мириан Файнберг, которая очень много построила в этом городе, но его центральная часть, центральная площадь перед набережной, ты попадаешь туда. Я, когда первый раз попал, я даже немножко, я был изумлен. Ты как будто попал во Францию. Огромное количество маленьких магазинчиков с витринами, сделанными совершенно не так, как делают в Израиле. В Израиле не умеют так делать. А там это действительно выложено все очень красиво. С обаятельными продавцами, которые улыбаются тебе, готовы все, что угодно. Я только не понимаю. Они говорят только на французском языке. С кучей надписи на французском языке. Таким образом, вот целый ряд, вы правильно заметили, приморских городов в Израиле приобрел совершенно потрясающий шарм французский благодаря вот этой вот французской алие. И я, конечно, с огромной радостью, энтузиазмом воспринимаю вот это перебирание, переезд алию французских евреев в Израиль, который привносит в Израиль совершенно замечательный французский шарм. Вот как-то так. Спасибо, Александр. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Вы знаете, иногда я думаю, что мы, как говорят, занимаемся топчем в воду в ступе. Если вы знаете короткая история государства Израиля с 48-го года. Неважно, какой президент. Был у нас президент такой, как Эйзенхауэр, который ненавидел евреев, ненавидел Израиль. И таких много было. И такой же был. Обама еще хуже был. Баден вообще не знает, за кого он. Он сам не знает, кто он такой. Но главное для Израиля не они, не президент Франции, не пример министра Англии. Им не прогнулся. Потому что, если это правительство прогнется, то они войдут в историю Израиля еврейского народа как предатели. Понимаете? И если они этого не понимают, то они могут скоро понять. Если они не прогнутся, на них же войной никто не пойдет. Не Америка. Хотя им в свое время угрожали об этих войнах. То есть, мой поинт, что у Израиля будет намного хуже ситуация. Все зависит от израильского правительства, насколько оно выдержит. Кстати, о том, чем предупреждал Нитаньяху. Они не могут, не то, что не могут, они не имеют никакого права прогнуться. Если они прогнутся, это тогда большая беда. И я думаю, что Израиль пройдет. Это не первый раз, и не второй раз, и не третий. Прочине всей истории. Вспомните, сколько было у них врагов, макущественных стран, не сильно макущественных, и ничего, пережили, пережили весь Советский Союз, включая Сталина, и так далее, и так далее. Потому что я, в принципе, оптимист, и я надеюсь, что все будет очень хорошо. Спасибо вам. Маленький комментарий, безусловно, я тоже оптимист, я тоже надеюсь, что все будет хорошо. И вы правы, что были в Израиле левые правительства, и были разные правительства, и были разные премьер-министры. На самом деле, вот такого ужасного правительства, как сейчас, еще не было никогда. То есть, это не просто левое правительство, это правительство крайних левых, и братьев-мусульман, которые вообще запрещены в многих странах, в том числе в арабских странах. это правительство не сионистское, оно постсионистское в лучшем смысле, если не антисионистское. Не случайно они не внесли в цели правительства, как это было даже в самых левых, даже у Рабина и Переса это было, они не внесли в цели своего правительства, например, прием лепатриантов, прием Алии. Это как бы не упоминается просто, чтобы не раздражать братьев-мусульман, которые находятся в этом правительстве, являются плечевым звеном. И сейчас, на самом деле, помимо того, что мы знаем, каких-то левых шагов в экономике, политике, прогибания, как вы правильно заметили, самое ужасное и самое страшное, что происходит, это создается масса действий, масса шагов, масса решений, масса каких-то, так сказать, неофициальных проектов начинается, которые связаны с размыванием еврейского характера государства Израиля. Это самое опасное. То есть экономику можно восстановить потом, отбиться от внешних врагов тоже можно. И можно даже, потеряв часть земли, остаться с чем-то все равно. Но когда теряется еврейский характер государства, когда Израиль превращают просто в государство всех его граждан, со всеми его, так сказать, с мусульманами, которые будут валить со всего мира на территорию Израиля, с мигрантами из Африки, которые, так сказать, проползают, с огромным количеством людей, приезжающих, как бы, по документам, как евреи, но себя евреями не ощущающих и не желающих жить еврейским государством, а желающих принести к нам сюда свои, так сказать, местечковые, не местечковые, а, так сказать, провинциальные какие-то привычки и формы, так сказать, из стран, в которых они приехали, приезжают. Короче говоря, это огромная проблема и самая страшная проблема это правительство от того, что оно реально пожирает, разрушает, разламывает еврейский характер к государству. насколько быстро удаст от него избавиться, в общем-то, вопрос экзистенциальный. Сохранится Израиль в еврейском государстве или не сохранится? Мы понимаем, что если не сохранится, то он и как государство тоже не сохранится. Спасибо, Александр. А теперь Тель-Авив, насколько я знаю, признан самым дорогим городом мира. Хорошо это или плохо? Вы правы, абсолютно действительно был недавно признан, официально был опубликован исследовательским отделом журнала «Экономист», то есть это достаточно серьезная структура, которая заявила, что они оценивают Тель-Авив, в сути весь Гушдан, то есть весь, все область вокруг Большого Тель-Авива, как самый дорогой город в мире. И это, конечно, вызвало в Израиле такой взрыв, ну вот, дожили, даже в этом теперь мы сомнительный, мол, сомнительный такой титул самого дорогого города в мире, все и так плохо, теперь еще и так плохо. И вот в этом смысле мне очень понравился комментарий доктора Гая Бехора, которого я часто очень цитирую, много читаю, перевожу по возможности. Доктор Гая Бехор, который вот такой несгибаемый оптимист, больше, чем многие, в том числе я сам, вот, оптимист. И он говорит, а знаете что, вот фактически то, что исследовательский отдел журнала «Экономиста» ценил Тель-Авив как самый дорогой город в мире, это, по сути дела, признание, это синоним того, что они назвали город Тель-Авив самым престижным городом в мире. И как бы причины, которые приводит журнал «Экономисты», говорят, почему они считают, что самый дорогой город в мире, они говорят, во-первых, шекель очень сильно укрепился, то есть шекель относительно других валют, он как бы растет, он становится все более сильной валютой. экономическая политика не такая ужасная, как бы, потом была очень эффективная политика вакцинации в Израиле, которая, в общем-то, привела к тому, что Израиль проходит вот эту всю историю ужасную с короной, как бы, с наименьшими потерями, несмотря даже на все глупости, которые это правительство новое совершает. И, значит, Гайбхорф говорит так, что, в общем, Тель-Авив, и, в частности, вот Гуждан, как бы, и Израиль вообще в целом на такой исходной позиции, которая способна вывести Тель-Авив и вообще в целом Израиль в лидеры мировой экономики в течение десятилетия. И это понимают даже такие, как бы, серьезные конторы, как журнал «Экономист», и понимают, что процесс вокруг Тель-Авива находится в самом разгаре, что другие города стареют и увядают, а Тель-Авив растет. Новая сеть поездов, непрерывное строительство, десятки миллиардов долларов, которые ежегодно поступают в страну в качестве огромных инвестиций. И, в общем-то, сегодня Гуждан, от крестности вокруг Большой Тель-Авив, по сути дела, стал второй мировой столицей высоких технологий после Кремниевой и Долины. И нарастает количество доходов от продажи газа. И, в общем-то, культура начинает как-то поднимножку развиваться, хотя, конечно, еще очень недостаточно, и подчеркивают, что в плане культуры Израилю, конечно, еще нужно много-много чего сделать. И, опять же, какая-то такая вот уникальная средиземноморская кухня с пороплениями всего на свете. И вот получается, действительно, что Тель-Авив и статус самого дорогого города — это не только и не столько признание того, что все ужасно, плохо, и вот как бы было плохо, стало еще хуже, теперь еще дороже жить, а это признание того, что Тель-Авив становится городом престижным, городом, который притягивает к себе огромное количество людей. Значит, вот в этом списке, который был составлен, Тель-Авив, как я уже сказал, на первом месте, на втором месте Париж, потом Сингапур, потом Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк на шестом месте, Женева на седьмом, Лос-Анджелес на восьмом и Осака на десятом. Вот, то есть это, в общем-то, список, прямо, так сказать, говоря, в такой кампании не стыдно оказаться. Ну, я на самом деле насчет Нью-Йорка бы вот, как бы, думаю, не так все просто, ну, а кто там в конце в этом списке? Дамаск, самый-самый дешевый город Дамаск. Ну, это, наверное, не то, что мы хотели. Может быть, в дешевом городе хорошо жить, но вот опыт Дамаска показывает, что не совсем. Там же находятся еще Каракас, Карачи, Алжир, Буэнос-Айрес, другие города, как пишет Бхор, пораженные, как бы, ударенные судьбой, то есть, которые как-то не сложилась у них фортуна. И вот этот отчет о Тель-Авиве, он был опубликован действительно не только в какой-то израильской прессе местной, он был опубликован в мировой прессе. Он представляет большой интерес. И, опять же, Бхор подчеркивает, что речь идет о том, что Израиль превращается в страну богатств, инноваций и успехов. И что все больше людей хотят жить в Тель-Авиве. Вот мы говорили о французах, французских евреев, которые все чаще переезжают, как бы все в большем количестве переезжают в Израиль. И это, на самом деле, процесс, который связан не только с тем, что во Франции становится плохо и тяжело жить, вот как зимой говорит страна Третьего мира, а в том, что Израиль поднимается. То есть этот процесс двойной. И дальше Бхор заканчивает свою заметку, которую я частично вам процитировал тем, что кто вовремя успевает, он выигрывает, а кто сидит на заборе, в том смысле еще так сказать, не перебрался в Тель-Авив, и в Израиль вообще тот заплатит в результате гораздо больше. И это совершенно очевидный намек тем евреям, которые подумывают о том, чтобы совершить Алию в Израиль, но не решаются. И вот в этом смысле я, конечно, с Фором совершенно солидарен, в том смысле, что люди, которые думают о совершении Алии, о переезде в Израиль, как бы да, время пришло. То есть чем раньше вы это сделаете, тем, в общем, больше выиграете. Потому что тенденции, процесс такой, что Израиль развивается. Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я очень надеюсь, что мы скоро свалим это правительство, и не успеют развалить все экономику, еврейский характер, и мы продолжим нашу рву. Потому что, как говорит Хор, стать, войти в число мировых лидеров экономических вообще уровней жизни. как можно увидеть такой показатель, что мы стали самым дорогим городом в Тель-Авив, можно увидеть его совершенно на другом ключе. Спасибо большое, Сергей, я знаю, что мы должны закончить. Я просто вопрос. Каким образом практически это правительство может развалиться? Можете привести два примера, но гипотетически в результате разногласий по принятию бюджетом этот вопрос уже как бы отпал. Что еще может послужить реальным поводом? Я вижу такую ситуацию. как бы гул в обществе, недовольство в обществе нарастает. И одна из маленьких фракций решает сорвать как бы приз симпатии общества. То есть она разваливает эту коалицию, чтобы, завалив всех, в итоге отыграть себе тех, кто воспримут их как героев. Так обычно поступал Либерман всегда. То есть Либерман, у него же принципов никаких нет. Он, так сказать, печется только собственной шкуре и собственные электоральные интересы. Вот если он чувствует, что общество уже разогрета до такой степени, что все, что делает это правительство, все огромному количеству людей не нравится, он может выкинуть такой вот фортель, заявить, что он разваливает это правительство ради того, чтобы удержать страну на краю пропасти и дальше, так сказать, по тексту. Но так могут сыграть и другие и другие тоже. И в этом смысле, чем больше противоречий, тем больше удастся объяснить людям опасность из тех процессов, которые сейчас вызревают и начинают идти с большей интенсивностью, тем, в общем-то, быстрее может произойти этот внутренний развал. Вот я думаю, что внутренний развал на сегодня единственный реальный шанс того, что произойдет. Понятно, спасибо огромное, Александр, еще раз с праздником у вас и с храмомкой пятый день сегодня празднуем и до встречи в следующий раз. Да, до встречи в следующий раз. Всего доброго.